Репрессированных лишают последнего адреса. В России борются с табличками жертвам политических репрессий. Мемориальные знаки пострадавших от большого террора исчезают с московских, питерских, ростовских фасадов. Неизвестные уже расправились с десятками памятных досок. Как стирают память о репрессиях в России, расскажем в сюжете. Мемориальный проект «Последний адрес» посвящен памяти жертв советского террора. С согласия жителей на фасадах домов активисты развешивают памятные таблички. У каждой таблички есть заявитель. Мы не придумываем имена. Не придумываем своих героев. В основе последнего адреса является общественная инициатива. То есть люди заказывают нам установку табличек. На каждом стальном прямоугольнике выгравированы не только имя и профессия человека, а также даты его ареста или казни. И реабилитации, если такая была. Конечно же, сейчас заявок на таблички поступают не так много, как в первый год, в первые пару лет. Потому что для нас было невероятное количество. У нас была очередь на то, чтобы повесить таблички. Многие жители городов недовольны подобной инициативой. Считают, это противоречит официальной линии патриотизма. А организаторы превращают города в кладбище. Люди, которые говорят, например, что-то такое про кладбище, забывают о том, что у наших героев нет могил. Это люди в лучшем случае. Мы знаем, что вот Бутовское захоронение, где тысячи и тысячи расстрелянных. Михаил Поленов, внук репрессированного в 30-е годы Алексея Перемытова, несколько месяцев назад узнал, что табличку, последний адрес сняли. Когда я узнал, я чуть не ругнул. 28 июля 1938 года расстрелян. Но об этом мы узнали много позже. В то время родственникам арестованных, тех, кто получал смертный приговор, не сообщалось о том. Была стандартная формулировка, знаете, 10 лет без права переписки. Таблички, которые были сняты, активисты фонда «Последний адрес» стараются вернуть на место. Мы сейчас установили 434 таблички. Снятых у нас сейчас 45. Ну вот по последнему пересчету. Сейчас мы посчитаем, будет больше, к сожалению. Расправляются в России не только с досками, но и с картинами. В городе Боровск дважды оштрафованному за дискредитацию армии художнику Владимиру Овчинникову, известному своими антивоенными граффити, запретили открывать частный музей политических репрессий. Не столько музей, сколько мемориал. Я там представил 80 портретов расстрелянных или там лишенных свободы жителей Боровского района. По фотографиям сделал эти портреты. Составил справку архивную на каждого. Добавил воспоминания родственников. В Боровске власть уже уничтожила 5 именных мемориалов памяти жертв политических репрессий, созданных Владимиром Овчинниковым. Вместо того, чтобы учить уроки, мы делаем страну невыученных уроков. Дед Владимир Овчинникова был расстрелян ленинскими большевиками в 1919 году. А отец арестован во время сталинских чисток. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова